так новости ну что сказать какие новости все знают уже о происшедшем событиях я больше хотел бы заметить все видят наверное что сейчас происходит на мировых биржах все рушится цены падают на все акции то есть катаклизм ну вот почему этот катаклизм происходит там что эти заводы там развалились или провалились тартары или что случилось все же на месте так по-прежнему стоит завода производит почему цены на акции этих предприятий падают почему потому что паникуют инвесторы уже значит во первых паника во вторых вот что значит современная мировая финансовая система где все дуты виртуальная что все эти там разговоры про реальные ценности что вот ммм там типа ничем не обеспечена вот там какие-нибудь валюты всем обеспечены чем всем то не существует никаких реальных ценностей в современном мире все определяется настроением инвесторов пока не верю что все хорошо все хорошо когда они перестают в это верить все сразу рушится то есть деньги давным-давно уже просто вот какой-то воздух я про это отвержу постоянно так что вот пример что значит паника и что значит современная финансовая мировая система вот говорят за это несколько дней инвесторы потеряли триллионы долларов что значит потеряли куда они делись эти триллионы долларов если где то была должно где-то прибыть ведь нигде не прибыло то есть деньги уже в современном мире это просто цифры Ну вот, было 10 триллионов Стало там 8 Куда они делись? Никуда То есть их и не было никогда Это просто все виртуальное Так что, мотайте себе на ус Я уверен совершенно, что Все эти события нам только на руку, по сути Что 2016 год будет годом МММ Потому что люди уже Начинают прозревать постепенно Все эти события, их заставляют просто прозревать И все пути ведут в МММ Ладно, но тем не менее Еще раз напоминаю, что Не надо сидеть Это не означает, что надо сидеть сложа руки Надо Само собой, с неба все не свалится Надо прилагать усилия Рассказывать о системе Окружающим, привлекать Их к нам, и тогда все будет отлично Ладно Тогда еще хотел бы, как обычно То есть Жизнь у нас продолжается Идет Хотел бы вот на этой неделе Поздравить новых Руководителей Как обычно То есть у нас По-прежнему появляются там Новые руководители Но не появляются, а переходят в следующий ранг Итак, хочу поздравить Алекса Оскара Хантера Ладирет И Джона Баяни Ставших на этой неделе Тысячниками Поздравляю и призываю Всех брать с них пример Хочу также отметить, что Вот можно подвести некоторые итоги За 2015 год В Филиппинах проведено 954 оффлайн мероприятия Открыто 15 офисов По-моему, эти показатели Очень даже неплохие Но, конечно же В наступившем году Надо их превзойти И мы их превзойдем Ладно, тогда до следующего раза А еще я считаю, что Финансовый апокалипсис Неизбежен Мы можем многое